Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня вот у меня видео про новиночки со флоры. Давно хотела снять это видео, уже прошло, наверное, неделя. Вот, все, не досуг было. Но теперь, вот смотрите, что появилось в моей коллекции. Это новиночки, то, что комнатные больше растения в основном я здесь собрала. Да, потому что были, конечно, и лилейники, и ромашка махровая, и лилия. Это я вам показывала в видео, как я ее покупала. Это уже все вкопано в землю. Дай бог, что это будет, как монетки у Буратино. Вкопали, а оно потом размножится. Вот. Так что пусть там все растет в земле. А это уже больше для подоконника, для стеллажа. Так, вот это у меня агерантеру, если я правильно его назвала. Ну, это вегетативное растение, как калибрахуа, как питония. Вот, будем множить, размножать. Мне у Натальи на канале 6 суток на Урале, поставлю тоже на него ссылку, понравилось. Как она делает такие шары агерантеру на подвесках. Очень интересно. Так, вот. Это уличное, как бы, больше растения. И уличное у меня, получается, бакопа белая махровая. Спасибо, Ане Кирилловой. Я уже страничку на Одноклассники поставлю ее. Вот. И должна она цвести белыми махровыми цветочками. Но это все черенкование и на весну на стеллаж пойдет. У меня бакопа разная есть. Но вот такой белой махровой у меня не было. И такой листик мелкий тоже не было. Так, дальше. Это комнатная мята. Нужно тоже от Аниечки. Нужно пересадить в Ани очень много разных сортов мяты. И комнатной, и уличной. Да, довелось нам вместе поторговать на Флоре рядышком. Это было замечательно. Я надеюсь, мы в дальнейшем свой тандем так и продолжим. Совместные продажи на каких-нибудь выездных ярмарках. Это очень удобно. Так, теперь далее что? Теперь я... А, подарочки еще. Вот, от Людмилы Васильевны. Это у меня здесь Таберни Монтана простая. И еще Стефанопсис, если я правильно его назвала. Это комнатное растение. Вот, с корешками уже буду пересаживать. Так, еще говорила, больше не буду приобретать. Но это моя любовь. Это воспоминания о бабушке. Память о ней. Это Глаксини. Хотела нежную, белую. Вот, Аваланж. Я не помню уже. Но знаю, что она какая-то нежнятина какая-то. Вот. Такую деточку приобрела себе. Стоила на 200 рублей. Ну, можно и по ценам сразу вам сказать. И Звездное Небо. Это темное. Темную хотела. Хотела вообще негритянку. Или что-то такое. Темное, махровое. Глаксини. Вот, Звездное Небо. Купила. 200 рублей. Так, далее. Каким-то чудодейственным образом у меня оказалась мурачка. Вот такая маленькая. Давно хотела. Давно на нее засматривалась. Ну, вот такой маленькой деточки будем растить. Оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Кто дизлайки. Ну, не будьте равнодушными. И в дальнейшем, конечно, я вам буду показывать, как будут расти эти комнатные растения. И как вот из этого маленького росточка вырастет большое деревце с ягодками. Они съедобные. Вот этой мурачки. Цветет белыми цветочками. Мирт. Мирт я все мечтаю и хочу купить себе Евгению. Семистого миртовых. По своему имени. Знаю, есть такое растение. Ну, и вот такая малышка у меня появилась. Тоже будем растить. Я знаю, его нужно подстригать, сформировать, чтобы оно получилось шариком. Вот. Так что вот, что у меня появилось. Теперь далее замиокулькас. Мой замиокулькас уже большой. Обещаю, все-таки я сниму вам видео про свои комнатные растения, которые не цветущие, а которые именно ценятся за листву декоративные. Вот замиокулькас у меня растет. И это черный замиокулькас. Вот пока он такой малышка. Ну, посмотрим, что из него вырастет. Так. Теперь далее. Арабский рыцарь. Это жасмин. Был у меня простой жасмин. Я его отдала в детский сад. Он вырос большим кустом. Цвел постоянно. Февраль-март месяц. Но это махровый арабский рыцарь жасмин. Ну, вот такое делится. Оно всегда растет. Хочется прямо его... Никогда не пробовала стимуляторами роста проходить по растениям, по комнатам. Но по некоторым, наверное, нужно, чтобы они формировались более приземисто, так компактненько. Ну, и красиво смотрелись. И не вытягивались. Вот. Потому что для всех растений столько... Ну, не предоставишь им столько света, сколько они хотят. Ну, вот. Тоже будем растить и будем смотреть, как это у нас все вырастет. Так. Вот это вот деревце. Тоже оно как мурая. Вот цветет. И потом образуются на нем ягодки. Ливия. Как вот правильно называется. Может кто подскажет. Есть деточка. Вот это мы тоже как бы презентовали, так сказать, на дальнейшее размножение. Ну, видно, ему не хватало солнца. Видно, и так много растений было у этой хозяйки. И она решила. Риквия. Или что-то такое. Так оно называется. Ну-ка, Данечка, остановимся. Ну, посмотрела я, как оно называется. Рябина ягодная. Если у кого-то есть пожелание, как ее растить, кто знает, пожалуйста, напишите мне. Ну, вот так вот. Вот такое деревце. Ну, видно, видно, видно. Азота ему нужно подкормить. Его нужно удобрением. Ну, да ладно. Теперь далее. Я что? Пеларгонии. Ну, все-таки говорила, я остановлюсь на них и не буду дальше продолжать ими заниматься. И вообще все распродам. Ну, разве можно отказаться от пеларгонии, когда ты их летом видишь в цветущем виде? Невозможно просто. Пусть они зимой стоят не цветущие, но самые свои любимые сорта, особенно тюльпановидные пеларгонии, они очень востребованы. Я все равно буду дальше продолжать выращивать. Розы-будки обязательно. Все равно. Они востребованы. Люди, конечно, хотят такой красоты. Эприл Сноу на флоре мы все поломали на черенки. Сейчас она по новой обрастает. А это у меня Red Pandora. Та, которая у меня была, пионерский галстук, а прикот, оказывается, Pandora. Вот. Кто покупает, у меня знает про нее. Но Red, оказывается, это все-таки темный, винный, вишневый цвет. Вот. Купила я ее себе. Этот череночек, хорошо укорененный, недорого. Буду растить. Красоту. Ну, свисти, наверное, не знаю. До осени она, наверное, уже не зацветет. Так. Еще. Тут у меня стоят в воде. Очень красивая пеларгония. Такой крупный-крупный цветочек. Насыщенного розового цвета. Такого не ядовитого, приятного. И середина белесая. Ну, нежность. Вот. Тоже будем растить. Название я не знаю. Вот. А Тане Кириллова мне еще вот такая бегония досталась. Сейчас буду искать подход к ним. Но ими нужно заниматься рано-рано весной, чтобы они вас порадовали. И им нужно тепло. Вот сейчас посмотрела. У нас ночные температуры уже плюс 10 на улице. Смотрю, бегония прям притормозилась. И не хочет. И вот эти вот капли воды, которые попадают на нее, оказывается, при холоде-то тоже не совсем хорошо. Вот. Соление. Лихт пинг. Вот так. Вроде так она называется. Ну, попалась ко мне такая еще бегония. Не удержалась. Ну, за 100 рублей. Ай, Анечка, спасибо тебе за такой экземплярчик. Тут даже два черенка. Но я так поняла, все-таки для пышноты куста в кашпу, если растет бегония, то нужно несколько черенков. И уже подрощенных весной высаживать. И тогда будет вам счастье. Вот это я поняла с бегонии. И рыхлый грунт ей нужен обязательно. Ну, и вот такая у меня красоточка. Уже готовится к черенкованию. Бабушка одна продавала ее на флоре. И это у нас диплодения желтая. У меня есть диплодения желтая, цитрин. Цвела она у меня один раз. Сейчас ее вкопала в грунт, в теплице. Посмотрим, как она будет свести. Вот. А это тоже желтая, но варигатная. Вот. Листики варигатные. По-разному выглядят. Ну, и здесь нужно ее однозначно прищипнуть. И переукоренить. Поэтому вот такие у меня новиночки. Не могу я остановиться на своих цветочках. Все новое и новое. Каждый год что-то хочется. Еще я хотела свинчатку. Ну, ран-то хотела. Ну, я себе сказала. Женя, остановись. Хватит уже. Хватит, хватит, хватит. На следующий год будет что-то новое. Что-то останется и на следующий год моей коллекции. Вот из этого всего. А что-то перейдет в другие руки. Ну, а я вам желаю всего самого наилучшего. Пусть ваши коллекции тоже пополняются. Пусть это внесет вам счастье, радость в жизни. Всего самого наилучшего. И до встречи на канале Мой Сад.